Российский Кавказ. Под таким названием в шестой раз открылся международный политологический форум. Обсудить укрепление единства России, найти решения актуальных экономических, социально-политических и других проблем Кавказа собрались больше 350 экспертов. Это историки, политики, федеральные чиновники, депутаты, духовенства и общественники. Обсуждения проходят на четырех площадках. Одна из острых тем – профилактика экстремизма. Очень важная задача укреплять духовный иммунитет нашего общества. В первую очередь это касается молодых людей. У них не должно быть пустых ниш в плане идеологических представлений. Когда у человека все находится на своем месте, любовь к родине, уважение к семье, почитание родителей, тогда он менее уязвим для воздействия любых разрушительных идеологий. Еще один аспект работы форума – создание общероссийской гражданской идентичности. Ведь даже его название говорит за себя. Российский Кавказ – территория единства. Хотелось бы акцентировать понимание единства не только как культурного, не только как территориального, а как гражданского единства, что сегодня немаловажно. Потому что все мы россияне, и перед некоторыми вызовами, мне кажется, что наш российский патриотизм должен еще более проявляться осознанно и эмоционально. Хорошей почвой для сегодняшней стабильной ситуации в жизни из КФО стал обмен опытом и результаты обсуждения предыдущих форумов. Существенно снизилась террористическая активность. Регионы живут мирной жизнью, благоустроиваются, развивают бизнес и социально-серва, а также приятно встречают многочисленных туристов. Общественно-политическая жизнь в округе изменилась в лучшую сторону. Заметный вклад в это вносят и общественные организации. Но полностью возможность конфликтов не исчезла, отмечают специалисты. Дискуссии о туристическом потенциале тоже не оставляют без внимания. Здесь есть к чему стремиться. Для молодых специалистов на форуме пройдет политологическая школа Каспий, которая призвана вырастить будущих экспертов. В ней примут участие свыше 150 студентов высших учебных заведений СКФО. А по итогам принятых здесь решений появятся практические рекомендации по решению проблем регионов округа. Павел Яндовицкий, Ирина Ивановская, Ставропольское телевидение, Пятигорск.